Пластиковые окна, дешевая плитка и снос несущих конструкций арендатора нескольких исторических зданий в центре Москвы вместо обещанной реставрации изменили их до неузнаваемости. После такого грубого ремонта памятники архитектуры начали стремительно разрушаться. О том, как остановить этот вандализм, репортаж Марины Громовой. Особняк Золотарёв и Финогеновых на Смоленской площади теперь образец вандализма. У памятника 19 века появились современные вставки. В стройный ряд окон врезалась дверь, по стенам трещины. Если вы меняете оконный проём, у вас меняется лицо здания. Вам достаточно вообще изменить оконные рамы, у вас здание будет неузнаваемо. А вот если вы вместо окна делаете дверь, то тогда вы меняете вообще всю тектонику здания. Штукатурка осыпается. Белая лепнина держится на честном слове арендатора, который обещал здание восстановить, а вместо этого изуродовал. Подобные искажения, в общем-то, их оценить даже невозможно, потому что с одной стороны, возможно, это сохраняли форму блока, а с другой стороны, возможно, поехал просто сам обрез зданий, просто его заштукатурили. Мы можем видеть здесь и трещины, свидетельствующие о том, что кладка стала живой. Арендатор изменил внутреннюю планировку, снес несущие стены. А вот так дом теперь выглядит со стороны двора. Здесь арендатор дал волю своей фантазии. Деревянные окна заменил на пластиковые, что, как говорят специалисты, делать в доме с деревянными перекрытиями категорически нельзя, образуется плесень. Ко всему прочему, у здания появилась пристройка с весьма незамысловатой отделкой карниза. Быстро и дёшево два принципа подобной реставрации. Ими же, видимо, руководствовались нынешние хозяева доходного дома на Малой Дмитровке. Несколько месяцев назад сюда выезжала административно-техническая инспекция. Виновных обещали наказать. Исторический облик здания восстановить. На лжефасад из туалетной плитки и ныне там. А вот другой значимый градоформирующий объект, тоже обесцененный собственником. На втором этаже этого дома одно из окон. Собственник здания расширил и превратил в дверь. А поскольку люди не умеют летать, он присобачил к этому зданию, я по-другому это назвать не могу, ту железную лестницу. Фасад жилого дома Гуськова утратил свой облик. Проём прорубили в несущей стене, что просто опасно. Дом может частично обрушиться. Тем не менее, разрушение исторического здания продолжается. А вот в доме на Смоленской площади строители не появлялись давно. В ситуацию вмешались городские власти. Арендатору грозит уголовное дело. В отношении этого объекта был разработан проект, даже был согласован департаментом. Но он не предусматривал те решения, которые в настоящее время не только планируются, а уже применены. Договор с арендатором расторгнут. Его обяжут вернуть зданию прежний вид, а ещё заплатить штраф. Но, как показывает практика, незначительными штрафами всё ограничивается. А памятники так и остаются изуродованными. Марина Громова, Антон Сидников, Евгения Петрова и Аида Бурашева. Вести.